Информирование о предстоящих выборах началось вместе с официальным объявлением старта избирательной кампании. В начале лета. Но самая главная работа впереди, за 28 дней до старта голосования. Чтобы разобраться в тонкостях законодательства, которое касается работы СМИ на выборах, в Самарском доме журналиста собрались федеральные и региональные эксперты. Журналисты должны сыграть в этом большую роль. Они не должны агитировать за кого-то, а они должны рассказывать о кандидатах и рассказывать так, чтобы действительно любой гражданин встал и пошел на выборы. Где эта тонкая грань между информированием и агитацией и обсуждали эксперты во время круглого стола. Помогают определить границу федеральные законы о выборах, о СМИ и о рекламе. Эксперты рекомендуют журналистам еще раз ознакомиться с документами. Тогда можно будет избежать нарушений. В остальном сотрудники СМИ, получившие аккредитации, смогут все три дня вести фото и видеосъемку на любом избирательном участке. Главное не создавать помех работе избирательных комиссий, не нарушать тайну голосования избирателя и не снимать крупно тех, кто не давал на это разрешение. Также нельзя будет с 5 сентября и до завершения голосования публиковать результаты опросов общественного мнения. Для аккредитации журналистов на избирательные участки теперь необходимо подтвердить то, что журналист действительно работает в данном издании. Помимо традиционных способов передачи информации, газетами и телеканалами активная работа ведется и в социальных сетях. Так как это относительно новая площадка для работы, то она меньше регулируется законодательством. Одна из задач, стоящая перед общественностью, определить форматы работы, чтобы свести к минимуму недостоверную и непроверенную информацию. Понятно, что будет работа в основном вестись в социальных сетях, потому что цифровая зрелость общества на очень высоком уровне. Но при той конкурентности, которая у нас в Самарской области сложилась, мы должны сегодня все вместе договориться о том, что, так сказать, на берегу переправы, что мы проведем выборную кампанию открыто, честно, для того, чтобы мы однозначно понимали, что это состоялся выбор нашего истинно народного губернатора. Определили эксперты главную задачу журналистов. Они, как и независимые наблюдатели, должны обеспечить легитимность выборного процесса. И к тому же беспристрастно рассказывать о ходе голосования. Подводя итоги встречи, все участники заседания пожелали друг другу удачи в работе на ближайший месяц, поскольку начинается самая главная часть выборной кампании. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.